Общая сумма задолженности двух крупных коммунальных предприятий перед компанией Харьков Облэнерго перешагнула отметку в миллиард гривен еще в начале этого года. Долги КП Харьков Водоканал и ХТС начали наращивать еще несколько лет назад. Энергетики неоднократно отключали объекты предприятий и пытались добиться взыскания задолженности через суд. Но эти решения спаривались коммунальщиками. Представители обеих сторон и коммунальщики, и работники Облэнерго выходили на пикеты с требованиями разобраться в проблеме и на местном уровне, и на уровне Киева. Более того, на сайте Горсовета была зарегистрирована петиция с требованиями отстранить руководителей КП должников. В мае она набрала необходимое количество голосов и отправилась на рассмотрение мэру. Однако там ответили, что правовых оснований для этого нет. Тем временем в компании Облэнерго отмечают, общий долг водоканала и ХТС продолжает стремительно расти, а расчеты за потребление электроэнергии у предприятий низкие. Текущие расчеты водоканала составляют всего 51 процент, а Харьковских тепловых сетей 45. То есть из месяца в месяц эти два предприятия наращивают свою задолженность, что в свою очередь отражается на повседневной деятельности уже нашего предприятия. Компания не в состоянии в полном объеме подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Это прежде всего потому, что нет средств на приобретение необходимых материалов и проведение работы. По состоянию на июль 2017-го долг КП «Харьководоканал» уже превысил 920 миллионов гривен. КП «Харьковские тепловые сети» задолжали за электроэнергию, 250 миллионов подчеркивает в Облэнерго. И уверяют, сейчас основную часть денег компания перечисляет на счета энергорынка. А из-за неплатежей предприятий должников экономят и на приобретении топлива для выезда аварийных бригад, и на приобретении материалов для проведения ремонтов. Кроме того, остаются задержки по зарплатам сотрудникам Облэнерго. Тем временем, в КП «Харьковские тепловые сети» говорят, долги предприятия, которые касаются не только оплаты электроэнергии, но и расчетов за газ, появились по нескольким причинам. В частности, отмечают в КП. Это связано с огромными долгами населения за тепло и горячую воду, а также долгами организаций и задержкой выплат от государства, которые касаются расчетов по льготам и субсидиям. «Во-первых, эти долги скопились даже не за один отопительный сезон. То есть, у нас сейчас, на данный момент, нам всего, нам должны 2,5 миллиарда. Из них 1,6 миллиарда должно население, 550 миллионов за вычетом этих сумм нам должно государство, бюджетные организации должны 200 миллионов, а остальное – это хозрасчетные организации». В свою очередь, в КП «Харьково-Доканал» обещают подробно прокомментировать ситуацию с долгами за потребленную электроэнергию в ответе на информационный запрос. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости.